итак всем привет так сейчас пока все присоединяются напишу тему и у нас рубрика которую мы запустили вместе с татьяной курячей она будет теперь каждую неделю мы будем каждую неделю говорить на какие-либо интересные темы на какие-то возможно для кого-то будет провокация для кого-то будет полезная информация так татьяна тоже присоединилась и мы с вами так все отлично ждем татьяна сейчас присоединиться и эта рубрика я надеюсь полюбится тем что мы будем действительно просто да привет привет формате про поговорить о том как и что поделать да 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 все присоединяйтесь а кто еще не успел задать вопросы можете сейчас пока некоторое время задавать и мы будем уже зеркало себя видишь нам надо будет с тобой хорошо поговорить потому что у меня уже идет поставка 3 поэтому прям бегом мы успеем мы все у нас справиться справиться справимся мы успеем вовремя мы конечно можем и подольше поговорить но благо мне чем нравится прямой эфир в инстаграме что здесь ровно час да давай сейчас комментарии тогда убирай да чё-то они у меня вот видишь при выключил да да прям прелестно от красотки слышал ну вот мы придумали такой формат когда мы сможем не просто мы с татьяна очень много действительно важных тем обсуждаем разных и мы решили это делать просто вместе с вами ну мы просто поговорим а вы послушаете если вам будет интересно вы либо присоединитесь к каким-то нашим там проектом да то что мы периодически замучиваем либо просто вместе с нами подумайте замучляем и делаем и сегодня у нас тема мы решили поговорить про тему как она как мы ее назвали а как на карантине не поправиться аптечках аптечках а да у тебя это платье да да мне было очень сильно в натяг видите сейчас теперь она на мне болтается у меня не прыгала дело в том что вообще а у всех абсолютно разные результаты это у тебя получается результаты уже на наших продуктах да 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 сколько в итоге сейчас ты вообще в принципе избавилась ну понятно сейчас я поставлю поудобнее чтобы это не болталась у меня не прыгала дело в том что вообще а у всех абсолютно разные результаты идут всегда не только от велмос а абсолютно вот вообще при похудении все зависит от того от изначального веса обязательно если вес очень большой то у человека могут вообще прям вот приличное количество килограмм убраться там может быть и 10 и 15 и 20 килограмм и даже 30 если это большой вес если вес не очень большой а вот так нарощенный после нового года после дня рождения там после неправильного питания то в данной ситуации вес может уходить значительно в небольших килограммах но именно убирается объемы и вот у меня не очень такой вот прям мощный результат но у меня убралось 6 лишним килограмм то есть для меня это очень хорошо для моего веса это очень хорошо но самое важное что у меня убрались объемы и вот могу сказать что вчера я ну вот на этой неделе я не делала замеров некогда было но в любом случае ну ну некогда но по последним вот которые я замеры делала у меня во первых похудела шея у меня убралось четыре сантиметра в шее и это очень великолепный результат у некоторых многие говорят а зачем худеет шея зачем на шею замеры делать а шея она может быть большого объема большого размера и очень часто отложение даже жировые есть именно на шеи у меня очень хорошо убрались руки ну сейчас вот конечно же вот формате вот этого видео не очень видно но я вроде бы как плечистая потому что держу руками этот как его на самом деле у меня очень хорошо убрались руки потому что в возрастной категории есть такая проблема и убираются замеры очень сложно потому что там уже включаются и разные заболевания различные и гормональные какие-то перестройки многое другое то есть там уже природа сама работает по-другому и поэтому в данной ситуации там есть свои фишки при жизни которые очень сложно убрать и целлюлит и многое другое если в молодом возрасте говорят у меня целлюлит он бывает но там жировая прослойка очень маленькая а с возрастом она уже накоплено и вот на руках прям был целлюлит и прямо от плеча вот прям вот вот так вот здесь вот видите по видео не очень заметно это нужно стоять чтобы показать вам как это выглядит хорошо убрались руки то есть в сантиметрах может быть не очень много но по 4 5 сантиметров убралось где-то четыре с половиной сантиметра в руках потом у меня очень хорошо брала стали в талии у меня убралось более 10 сантиметров и для меня очень значимо могу сказать что когда я включалась ну вот именно в продукты выл на своего потребления то у меня был сорок шесть сорок восемь размер сейчас я у меня в талии сорок второй размер то есть все вся одежда которая была куплена в том размере она теперь нам не болтает некоторые вещи так это можно носить под поясок а вот некоторые мне придется избавиться или кому-то подарить или кому-то продать ну что вещи новые то есть вот у меня в талии сорок второй стал а в грудной клетке мне сорок четвертый стал меня бог одарил большой грудью и я всегда все говорили как хорошо большая грудь я говорю вы не представляете что это такое особенно для маленького роста и для определенной конфигурации тела когда талия очень высоко то грудь сразу же делает тебя колобком и для меня всегда было важно чтобы грудь уменьшилась и вот грудь у меня уменьшилась на двенадцать сантиметров и это очень значительно то есть и под грудью и сама вот грудь и поэтому для меня огромное счастье мой большой чем моя большая полочка которая забита к огромным количеством различных бюстгальтеров теперь наконец-то на меня молодец я застегиваю из чашечек ничего не вываливается красота вот есть еще волнас такой момент что если например у человека возрастная категория то бедра уходят сложнее это нормальный процесс и ты знаешь дарим и да мы вот сейчас марафоне мы видим что у некоторых девочек прямо вот вот сильно сложно уходят это животики там все остальное но это это вы знаете как природные наши дары женские это уже нам это предназначено судьбой поэтому бедра уходит похуже здесь желательно использовать обязательно физические нагрузки а так как в коронавирус сейчас сидим дома не всегда это удается и мы да да ходит потихонечку несмотря на это вот вот бедра у меня убралось где-то 5-6 сантиметров у меня убрались бедра само бедро я могу так сказать что я влезла в шортики те кому я сбрасывала фотографии шортики которые я покупала себе 10 лет назад уже хотел их выкинуть потом они целенькие прикольные я ходила не на мне застегнулись без проблем даже свободненько поэтому я их ношу дома и красота этому судить сколько вы пьете коктейли велнос очень сложно и когда этот вопрос не задают чтобы мне удобнее было это у меня еще подставочки скоро куплю и будет поэтому судить о том сколько пить коктейли велнос сложно для одних это будет результат буквально через месяц буквально через два месяца вы уже подкорректируйте свою фигуру зависеть будет от того что у вас внутри там и и какой жир он внутренний жир я много говорю или ничего не говори говори ты же интересно рассказывать просто есть у каждого человека и внутренний жир который оседает на наших органах и с тем жиром нужно побороться прям бороться потому что это нужно правильное питание это нужно будет отказаться от многих продуктов питания которые многие привыкли но это нормально это у меня уже это в привычку это у меня уже давно простите а вот например внешний жир с ним попроще то есть это отложение которые у нас подкожные жировые прослоечки здесь уже попроще поэтому все будет зависеть от того что происходит в вашем организме и вот именно или нет все нормально все нас слышат а тут и пропала куда-то зависла слышишь вот сейчас да да все сейчас слышу а то было как зависание я просто хочу сказать звонок просто и меня выбросил поняла ну надеюсь что меня было слышно я просто говорю что у нас в марафоне мы как раз разбираем по каждому индивидуальному случаю где какие есть проблемки над чем работать потому что люди как раз вот у нас в марафоне говорят же да пишут у меня дома вверх у меня не падает это как разомеры идут и вот мы разбираем и все-таки даем рекомендации советы поэтому это все равно индивидуальный подход индивидуальные какие-то вещи но могу сказать что у нас я пью с декабря месяца и у нас мы были в тест-группе спасибо огромное компании что они дали такую возможность попробовать этот продукт в продукт я просто влюбилась просто неимоверно я обожаю же разные способы использую но самое важное что я могу сказать что даже если вы срываетесь даже если вы где-то все-таки там похряпали по-другому не скажу я тоже люблю картошечку жареную я тоже люблю картошечку жареную чтобы про стало говорили как в том анекдоте едет можно анекдот расскажу как в том анекдоте едет говорю смело хохол потому что я сама хохлушка украинка и едет хохол короче в поезде проходит таможня его спрашивают наркотики есть не а там спиртное есть не а что есть только сало так что в том анекдоте потому что каждый хохол любит сало и он знает его преимущества и сало тоже полезно но в определенных моментах и об этом мы тоже говорим на марафоне обязательно девочкам надо будет рассказать почему иногда необходимо сало но я про другой если вы срываетесь и что-то съедаете то что не рекомендуется в момент похудения это не страшно и мне очень понравился именно вы у нас тем что знаете как во первых он держит форму независимо от того что новый год прошел следом у меня был день рождения и никаких проблем не произошло просто приостановилась а потом просто-напросто дальше пошел процесс и никаких проблем нету но еще я сейчас замечаю что иногда бывает что я например где-то там не пью сейчас коктейль то есть многие задают вопрос и что теперь вечно его пить мне задал недавно вопрос мой консультант который в марафоне я говорю дело не в том что вечно или не вечно дело в том что насколько ты хочешь во-первых это полезный продукт огромное количество микроэлементов витаминов и всего остального в том даже деткам полезно это раз а второй момент коктейль вел нас можно пить без вообще без ограничений потому что это вкусный неимоверный продукт и и важно что что даже если вы где-то его не пьете уже то я прям заметила пролонгированный эффект об этом компании не говорила об этом на у нас в тест группе не говорилось это я уже заметила по себе даже если я где-то не пью вел нас пролонгированный эффект вот этот есть очень круто поэтому все зависит индивидуально от каждого человека даже без коктейля волна сфу и ты получила сегодня поставить этот раз получу слушаем мы с тобой вообще одинаковые я заказала тебе шоколад и малину как раз этим мне очень понравилось то что ты предложила сразу вариант мешать потому что сейчас как раз перед эфиром взяла выпила малинки понимаю что малинка с шоколадом прям приятнее вот прям классно что можно мешать да и что мы вот ждем сейчас скоро скоро еще выпустят я прям очень хочу дыню прям дыню хочу лето хочу я много там что хочу там такие прям новые будут а я знаешь как почему начала мешать когда мы вошли в тест-группу нам конкретно сказали пробуйте разные варианты и мы прям конкретно пробовали по пробуйте мешать его для одних очень хорошо заходит например смородина а я видимо смородина не люблю я как-то не поняла то есть есть такой момент а кто-то прям аж прям смородина потому что прям там ягодки не коктейль бы кому-нибудь отдать и ягодки я бы с удовольствием они вкусненькие зато мне очень зашла малина и клубника я просто в восторге в малине косточки от малины прям удивительно продукт а в клубнике прям вот вот эта мякоть которые там кусочки мякоти в клубнике я просто попробовала какой вариант для меня а вот ягодные мне казались они какими-то более такими я бы не сказала кусты неправильное а какие-то немножко такие водянистые по вкусу для меня вот лично это для меня лично я просто люблю более такую плотную пищу ну привычки есть определенные от смузи и многого другого поэтому я взяла и попробовала добавить немного то есть больше половины больше половины я бы сказала одну третью часть я делаю малины одну третью части делаю клубники а вот совсем немножко вот вот оставшиеся там в этом стаканчике совсем чуть-чуть прям вот к шоколаду добавляю или добавляю именно вот ванили тысяч тысяч три мешаешь да да и и там получается такой удивительный вот какой-то по плотности другой коктейль на вкусовая плотность не по составу ничего там не меняется не по жидкости а именно плотность по вкусовым вот каким-то моментам для меня такая когда было такое что у меня закончился и клубника и малина закончилась а шоколада оказалось много я начала делать вот такую фишку я стала делать третью часть шоколада и совсем чуть-чуть клубнички или совсем чуть-чуть маленький очень удивительно я пробовала мешать шоколад и именно этот как бы ваниль для меня сладковато то есть в периодически связь связь да где-то зависает ты меня меня видишь я тебя прелестно вижу периодически где-то вписает может быть я говорю я пробовал делать смешивать шоколад с ванилью для меня сладковато то есть я настолько очень люблю шоколадки я очень люблю конфетки но я их давно давно не ем поэтому для меня вот открытие было это батончики и полезно и белок и коллаген в батончиках и протеины то есть там комплекс витаминов ты то есть ешь сладкое ты делаешь перекус ты потом длительное время не хочешь а еще и в придачу ты замещаешь именно вот вот сладость многие как заметила многие когда говорят я не люблю сладкое но когда садятся на определенное количество ограничения в продуктах многим потребность появляется именно в сладком и именно вот для этого батончики очень хорошие ну ладно все провел нас провел нас шикарный продукт задай какой нибудь еще другой вопрос какой еще вопрос ну во первых до ушли сразу вел нас татьяна было было ли несколько опытов скажу в плане постройнение не нравится да мне эта фраза похудение ну там было не построение похудения там толстушечка ого-го была я да да я просто помню даже по фотографиям да что прямо это и скажи какой какой метод для тебя самый вот дался легче всего не почему ну и почему вообще почему вдруг всплыла эта тема вот похудения ну то есть мы знаем все практически да кто тебя знает все знаем тебя маленькой худенькой стройненькой и так далее работа моя работа над собой определенная одежда и корректировка определенная подборка чтобы никто не за на заметил а вообще я догадался вообще когда я была совсем молоденькой девочкой до 14 лет я была очень худая я была тонкая неимоверно меня даже звали синичка потому что никто меня нахронить не мог а потом после 14 начались вот это юношеские гормональные переходы то есть я стала превращаться девушку и в данной ситуации меня понесло во все стороны и прямо в школе я была пам пушечка с очень большой грудью в 16 лет я выглядела на 25 лет я прям была такой телеса такая мальчики меня воспринимали меня прям проблема была такая вот большая мальчики не воспринимали как друга все балдели потому что другом вот такая я была но на меня не обращали внимание потому что все остальные были прям девочки девочка такой в юности же не очень любят таких девочек зато мужчины например физрук очень любил проходить рядышком и говорил ой танечка какая ты было такое дело еще было до 16 на фильмы нельзя было ходить а мы из группы пойдем и меня все время иди купи билеты на фильм я куплю на всех билеты мне дадут хотя мне 16 еще нету мы пойдем меня пропустят никого не пустят короче билеты пропали то есть я с детства вот с этим вопросом прям боролась потому что ну видимо пошла я в породу порода у нас такая была и был первый мой опыт похудения был когда я мы приехали вот как раз где я сейчас проживаю в техникум учиться жили в общежитии у нас просто тупо не было денег и тупо получился такой момент но тупо не было есть нечего было нечего 30 рублей стипендия на эти 30 рублей мы сразу купили себе по платью с подружкой и есть было нечего и мы был такой опыт помните в жизни когда люди шли просто студентов направляли на овощные базы работать там вот и все знали в общаге что мы голодайте и все кто уже дома все на у нас была возможность взять одну-две вилка капусты и у короче и нам и был такой короче момент нам все давали вот эту капустку тащили че типа для себя мы потом этой капустой просто питались и мы сидели на одной капусте помню неделю мы ее жарили на одной капусте и на чай и мы жили неделю до того как поедем домой у нас денег не было ну и мальчишки разгружали машины там хлеб и вот хлеб и капуста вот это первый опыт был похудения было очень вкусненько но было очень голодненько и вот тогда я похудела очень сильно потому что я когда приехала к себе в город я из казах я сама украинка жила в казахстане теперь живу в россии так что я девушка так когда я приехала в казахстан меня никто не узнал потому что я стала тоненькая тоненько это первый опыт похудения потом я вышла ну там жизнь началась но я забеременела тройней трое близнецов естественно извините меня обнять невозможно брат уже потом звонил маме блюму я приехала такая большая мне даже обнять ее не мог а он высоченный руки длинный это обнять меня не мог необъятная была и после родов я очень сильно поправилась то что нужно было кормить детей во первых растянутый живот внутрь их малышей держать у меня по сути по своей получалось что обычно деток рождают три килограмма там два килограмма до четыре килограмма у меня был один кило пятьсот другой кило шестьсоток третий был кило четыреста пятьдесят плюс само родовое место весила свыше килограмма еще и воды то есть я носила в себе практически шесть килограмм где-то а я маленькая крошки талия была узкая но живот был ужасный соответственно я после этого очень сильно поправилась тем более меня пичкали что нужно кормить детей и маму продуктами определенными и тата татаня кушать деток нужно кормить и у меня была такая грудь пятого размера для формления никогда в жизни не было пятого и животик и вот все телеса и вот не было очень трудно похудеть после родовая и я очень долго мучилась и ничего мне не получалось даже пробовала также на капусте сидеть бесполезно ну и детей кормить же надо даже питаться поэтому я просто-напросто пошла на шейпинг я очень благодарна первому своему тренеру она сделала все замеры вот она тогда меня научила то есть представляете это сколько лет назад сейчас моим детям 30 лет будет в этом году мне 52 года это представляете сколько лет назад это получается 30 лет назад и я очень благодарна тренеру она метода научила как делать замеры правильно вот есть такие специальные певцы которые замеряют внешний жир внутренний жир и программки всевозможные есть которые когда ты взвешиваешься и тебе эту программу выдают тогда это были вообще огромный дефицит и только у фитнес-тренеров было сейчас благодаря тому что вот у нас компания фаберлик предоставила нам вот эти весы не нужно записываться на фитнес для того чтобы замерять и понимать как какое количество внутреннего жира жидкости в тебе есть и всего остального вот весы покупаешь их да они не дешевые они стоят семь с лишним тысяч но ты купил завел в телефончик себе такую программку конкретно под тебя и когда ты замеряешься все от этих весов вай фай передается все что ты замерила эти жиры и воду чего ты наел чего-то где сыруно нахряпался там большого количества или там пальца поел все это у тебя в телефончик все упало и сколько ты ходишь сколько ты двигаешься сколько ты на попе сидишь сколько ты вообще накручиваешь все это вот все тебе показывает то есть это мини-тренер у тебя дома кто это там тебя стучит мне вроде бы моему малыш не это не бьется в двери сегодня периодически что-то периодически это связь строит не могу ранять у меня или у тебя крутишься ты ну я будь буду ускоряться меня слышно буду ускоряться вот и тогда фитнес-тренер меня научила и я очень долго занималась и именно и степ и определенные упражнения велосипед и тренажеркой много худела очень очень хорошо у меня я прям вот пропадаю почему-то связь зависла я переключила уже как меня слышишь все слышно слышно вот тогда я очень хорошо похудела и для меня с одной стороны это было замечательно ну просто я была очень молоденькая и поэтому вот эти физические мощные нагрузки для меня это было в кайф пообщаться фитнес сходить то есть вырваться из дома одеток главный муж оставался с детьми два раза в недельку я могла себе любимый посвятить вот это время то есть я на несколько часов часа на два на три уходила из дома и наслаждалась было в кайф потом я пробовал уже в более взрослом возрасте ходить вот на такие нагрузки мне было тяжело видимо уже все равно возрасте прикольно ну да привычка должна быть да то есть для меня это уже тяжеловато стало я пробовала через танцы худеть и многое другое тяжко и потом следующий опыт который у меня был это через сиденье на определенных диетах но очень часто я срывалась дельет то есть люблю покушать люблю приготовить большая семья готовить нужно одно сидеть дома я я и ой 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 вот на чем-то таком непонятном а все кушают а вкусненько котлеточки им же готовишь всякое всякое всячину там всяких на вкуснятинки очень сложно мне было это нужно было куда-то уехать и чаще всего если я сидела на диетах я ждешь заканчивание диеты ты похудел а потом ням ням и все обратно ням 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 да потом следующий мой опыт был он был очень великолепен я очень сильно очень очень сильно поправилась начались гормональные переходы красные и я прям меня понесла душа в рай это просто нереально что-то было я серьезно я на себя в зеркало смотреть не могла там были вот такие щечки там была вот такая шейка там были вот такие тетюлечки и ляшечки вот это прям вот просто необъятная девочка прям невозможная и вот тогда мне повезло ко мне в офис пришел мужчина психотерапевт который искал себе субаренду он проживает в челябинске он на от то есть это не шарлатанство это от центра определенного женского здоровья он там преподает и он врач то есть настоящий врач он психотерапевт имя у него медицинское образование все остальное он сказал для себя субаренду я начала ему задавать вопросы ягра что вы делаете он говорит ну вот есть к нам челябинск ездят а я вот из мяса я решил сюда приехать и группу вот создать для похудения я говорю а какие у вас результаты он сказал у нас есть люди которые буквально за короткий срок сбросили от 38 до 40 килограмм очень быстро за месяц я балу быстро же так ведь нельзя потому что я этот опыт извините меня я уже ой 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 какой он говорит да но мы работаем именно с мозгом и кстати меня к тебе будут вопросы потому что дарья у нас на марафоне именно делает надстройки как именно работать над мозгом да над мозгом да над головой вот один файл убрать другой вставить вот он как раз мне тогда сказал я говорю вы делаете ну как вот многие называют это зомбирование некоторые говорят как там как это программирование программирование да он год нет с программированием не работаю потому что это меняются очень многие форматы в организме это не есть good для человека программу менять это очень сложно не дай бог это отслеживать человека надо он говорит я говорю а тогда на каких моментах вы работаете он говорит но использую работу именно nlp я говорю понятно то есть я к тому момент узнала что такое нлп где-то я побаивалась этого с другой стороны если это правильно и именно с корочками и с отслеживанием работать я решила попробовать он говорит приходите я пришла и мы работали буквально в ночь несколько часов он с нами просто разговаривал он рассказывал полезности что можно есть чего нельзя есть чего категорически нельзя есть он говорил конкретно о полезном питании и о том почему мы пришли и вот там был момент очень такой великолепный когда он нам задал всем вопрос а зачем вы хотите похудеть я удивилась и это как раз вот в дарину тему что кто-то сказал меня муж задолбал говорит что толстая он сказал вот если желание мужа похудеть вы не похудеете если это желание ваше что вы хотите быть более красивой вот кто-то сказал я замучилась у меня уже с проблемы со здоровьем и это тоже тема вот вот как раз да не ну и правильного питания в то же время проблема со здоровьем потому что люди уже многие ходить не могли он говорит и он сказал самое важное это чтобы вы хотели если вам какую бы вам диету шикарную не дали какой бы вам продукт не дали бы шикарный на что бы вы только не сели кто бы с вами не поработал если это не ваше желание но это вот вопрос ударе нам так сказал я тогда сидела и задумалась и там с нами была девочка которая очень худенько 24 года я если ее спросили а вы зачем хотите похудеть она говорит я слышала что когда человек худеет то у него какие-то другие срабатывают подспудные моменты вот это видимо тоже из-за мозга и замышления она говорит и есть побочный эффект и у меня рак и она говорит я вот хочу обновление я хочу попробовать и вдруг у меня в начальной стадии вдруг у меня пройдет мы говорим ой ну рак же надо с врачами лечить она говорит попробует рискнуть и кстати удивительный момент вот у той девочки действительно а остановился процесс вот именно зарождение вот этих раковых клеток то есть это была действительно нас начальная стадия потому что что-то было вот именно изменено но вот не изменено а сейчас какой-то да видимо и еще вот 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 именно мышление голове да вот вера в то что это может измениться побочный эффект сработал а у меня я задумалась я подумала я не могу смотреть на себя в зеркало я себя не люблю я вот и я прошу чтобы дарья потом рассказала если даже я слиняю вот за этими как его за коробками я очень хочу чтобы даша обязательно рассказала об этом потому что вот действительно дарья сейчас занимается вот этим процессом очень много меняет в голове что у меня даже и у многих вот людей кто обращается к ней но вот у меня тогда был момент первый день он с нами поработал и мы ушли в голод на весь день и потом с нами закрепил и я не ела ничего абсолютно 10 дней было очень я многие скажут что категорически это нельзя но на тот момент это для меня было просто спасение потому что меня сдуло как ну сдулов в прямом смысле как воздушный шарик вот как воздушный шарик сдувается я за эти дни просто сдулась мой организм съел весь и подкожный жир который ну не весь но большую часть и внешний жир он питался именно этими отложениями и за счет этого я прям вот так хорошенько хорошенько я помню прям сдулась я очень быстро но для меня мне казалось что это волшебно я выгляжу а многие люди вот сейчас смотрю на фотографии ну слишком я худая была потому что у меня а я достигла у меня вес был сорок пять килограмм на тот момент да я весь а это право 45 килограмм и в талии у меня был 34 размер но это я так хотела это у меня так цель да у меня я просто вот стала тоненькая тоненькая если я была раздетая в купальнике или в нижнем белье то им я прям как я прям вот вот животика нету да слава тебе господи бедрышки все все такое ровненькое волшебно но когда я одевала одежду то очень многие мне говорили таня блин тебе накормить хочется но мне это очень сильно помогло пошла бы я этот опыт вновь не знаю потому что тяжко было но там было хорошо не нужно было заниматься это для ленивых нам сказали мы худеем лежа на кровати категорически запрещены какие-то физические я очень долго прям держала вес и но чуть-чуть поправилась то есть он обрела свою нормальную норму и очень долго я не поправлялась многие знают ноги ко мне обращались станет как так потому что резко то я была толстки прям пол но для меня ты пропала потом раз так два два человека за короткий срок за 10 дней это вообще было прям за 10 дней и потом следующий опыт когда я начала опять добавлять то я начала включать как раз в то время а уже в этот момент мои сыновья проживали в америке и они уже год как стали сыроедами сыроедом я конечно не стала но из-за того что у нас очень близко общение сыновьями они меня кардинально воспитали и заставили отказаться от многих продуктов на тот момент я клала сахара в свой чай от семи ложек да я перестала есть какую-то жирную пищу потому что у меня болела поджелудочная железа и я с приступами не удалили желчный пузырь назад мне нужно по идее было сидеть на диете но я не сидела и очень часто я с приступами попадала в больницу под капельницу потому что меня сворачивала так что я не могла дышать просто практически умирала вот и прямо то у меня не было не было панкреатита но предрасположенность именно к панкреатиту хроническому у меня все показатели были потому что печень не справлялась то есть мне приходилось огромное количество вырабатывать желчного желчи для того чтобы переработать эту пищу организм не справлялся с той едой которую ну вот я потребляла и спасибо огромное сыновьям они меня прям муштровали отслеживали они каждое утро мне звонили говорили мама а у них это было у меня ранее утром ну-ка показывай что в холодильнике ну-ка показывай что готовишь кстати и классная идея по поводу марафона надо также холодильник да да прямом эфире надо в зуме сделать такой момент готовьтесь девочки кто к нам придет вы похудеете а получите много много пользы и вот ребята тогда замуштровали я конечно же не стала сыроедом но я даже не стала полным вегетарианцем но я бы сказала что я веган я на тот момент не понимала что такое вегетарианец что такое веган понимаю различия веган это тот человек который иногда потребляет животные жиры может поесть рыбку может поесть даже курицу и даже может поесть мясо никаких проблем но в большей степени он потребляет именно продукты овощные фруктовые то есть конкретного направления и вот уже получается год они были в америке дети четыре года они были в америке но вот именно вот я привыкала к новой пищи сейчас они уже пять лет проживают в сочи то есть получается 6 лет я занимаюсь именно здоровым питанием я знаю что можно есть что нельзя есть как калорийность должна быть какие продукты как готовится как сделать так чтобы было вкусно и в то же время семья не заметила потери бойца каких-то жирных каких-то моментов но получила все продукты питания девочки не дадут а не скидывает столько рецептов что буквально на каждый день готовое меню прям бери и делай и это действительно такой полезный мы уже запускаем набор людей на марафон на наш 15 числа мы начнем запускать новую группу в новый чат и у нас а слава богу она правда не знает юлечка капитонова у нас юля мы тебя приглашаем в наш марафон мы знаем что юля у нас замечательный фитнес тренер и она шикарные делает занятия и мы очень приглашаем и и только попробуй откажись и перестану общаться и перестану говорить с тобой если ты откажешься потому что мы очень хотим добавить такая увидит в прямом эфире и скажет а может она тебя смотрит и она может сердечки нам пускает может она сердечки потому что действительно юля очень умеет я знаю как она это умеет делать и поэтому мы добавляем 3 3 человека в наш марафончик юля не отказывайся пожалуйста ты нам очень 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 слушай мы юля если будешь смотреть мы не там мы не планировали это делать в прямом эфире это так да это тема какая давай поговорим об этом в свободной форме и рождаются прямо в прямом эфире вы причем знаете хотите скажу по секрету мы вчера прописали вопросы мне прописали вопросы дарьи в конце итоге я целый все это время говорю и говорю и говорю ты рассказываешь и делишься полезным потому что это действительно такой опыт это про то что да кто-то скажет чего я пойду то есть и это я причем сейчас понимаю что многие знают тебя как ну как как крутого специалиста лидера и мира на бизнес тренера но то что ты прошла такой огромный опыт именно в диетологии и как ты его выработала сама то есть по большому счету то что сейчас чем ты делишься это твой опыт это не просто ты где-то там получила корочку на плане корочки а в плане того что это длинно прожитый опыт который дает результаты этим делишься я кстати вот тут скажу в этот момент что я включилась в марафон то есть помимо того что мы организуем да и моя часть работа с мозгом с установками то я решила поэкспериментировать насколько мне это будет комфортно в плане еды я вчера себя поймала на мысли я готовлю значит мясо обжариваю своим ребятам спагетти варю да то есть ему очень нравится вот это вот баланьеза да спагетти с соусом баланьеза я это делаю и такая у меня в голове в голове мысль а я не хочу я говорю ребята вы кушайте а ты чё я говорю ну вот я сейчас а ты как раз выложила днем этот рецепт с помидорками я говорю а я помидорок хочу я сделала помидорки поела потом через два часа выпила коктейль прошло еще два часа мы распозна ложимся с этими карантинами где-то около двенадцати я иду на кухню муж такой ты чё я говорю я кушать хочу меня меня догнала несколько часов я знаю один секрет что надо просто попить воды нам иногда кажется что мы хотим кушать просто сигналы мы не распознаем кушать или пить поэтому я попила воды и спокойно легла спать и до утра даже никаких симптомов это вот про то что мы да иногда кстати у нас мы с тобой разбирались как то что это у нас некоторые участницы в этом марафоне мы вот реально мы решили сделать такие лайтовые условия чтобы все так мягко вошли в этот режим привыкли а получилось что некоторые я не хочу пить воду я не хочу по-другому я не хочу еще что-то делать да поэтому мы решили что те кто у нас новый марафон будет короткий мы сделали на три недели пока мы собираем группу потом стартуем три недели и мы решили делать пьем воду отчитываемся что кушаем отчитываемся ну и конечно вот ситуация с холодильником не идея очень нравится власть будем помнишь мы расхламлялись у нас был марафон мы очищали пространство а тут мы будем чистить холодильник а еще знаешь я думаю что мы включим а в свой марафон вечерние похождения в холодильнику как мы это будем делать все дружно в зуме подошли к холодильнику посмотрели облизнулись и пошли переводить и баинги ночью короче у нас много интересных идей и фишечек которые мы скомпонуем дадим и семнадцатого мы запускаем а пятнадцатого мы начинаем уже вводить в новые 18 понедельник я быстренько дорасскажу и короче вот получилось что я переходить на правильное питание и я могу просто один секрет сказать вот чисто от себя да прикольно это что я имела ввиду поражали с тобой а я начала переходить на питание а еще один момент был момент мне нужно было быстренько подтянуть себя я приходила к этому как его диетологу шикарный диетолог катерина я и так благодарна потому что она мне составила программку именно конкретно под меня конкретного именно вот быстрого приведения себя в норму тогда не было wellness и она мне конкретно вот составила эту программку что нужно сделать у меня было всего буквально две недели для того чтобы полететь в сочи и хотя бы умудриться одеть купальник на себя потому что выходить не там уже были какие-то уже определенные телеса и вон даже не даст соврать что я приехала купальник одет и она сказала а то хорошо то я конечно быстро не похудела но все равно хорошо то прям было так что сейчас это очень актуально таня у нас вдруг наступило лето мне вчера посыпались заказы солнцезащитными средствами дашь что-то как-то лето наступило да 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 у кого это проблема влезть в купальник да да это как мы вчера картинку сбросили такой хомячок большой и говорит перепробовала летнюю одежду померить влез только в бантик вот так влезть в бантик неожиданно у меня благо у меня столько одежды ладно короче быстро дорассказываю и вот этот опыт был у меня именно с диетологией а еще у нас на школе развития много лет назад когда у нас было развитие в десятом году двенадцатом одиннадцать двенадцатый одиннадцатый двенадцатый год я была на школе развития и там компания предоставляла диетолога который конкретно нам давал тему что есть у нее есть и у меня и этот еще опыт короче вот получается что отовсюду разное оно везде совпадает просто единственно корректируется именно под человека и вот мне этот опыт с диетой понравился но здесь вот я могу сказать что сейчас на данный момент во первых у меня есть принцип правильно питаться а еще вот какой момент был я недавно больше ну где-то месяцев девять или десять назад ну почти год ходила в тренажерку и очень плохо было и там действительно у меня подтянулись очень многие мышцы но я наткнулась на такую проблему то есть для того чтобы усиливать именно ускорять чтобы дальше процесс продвигался нужно увеличивать утяжеление для нас для женщин я начала утяжеляться а там же есть приседания определенные с гантелями там есть наклоны и я похоже где-то ну натянула мышцу именно на спине и в общем у меня прям начали болеть суставы и мышцы и я не установила этот опыт спасибо сыновьям также они просто тренируются регулярно они мне сказали мам вот для женщины все-таки должны быть определенные занятия конечно если женщина хочет превратиться что ну более мягкий я думала ты говоришь давай заканчивай ну да у нас время да быстро то есть определенные занятия вот кстати юля капитонова как раз делает именно вот эти это как раз я знаю вот этот опыт потому что я занималась да да тоже занималась там прям очень хорошо подтягивается животик и там ой 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 совершенно по-другому все воспринимается и вот к чему я мне честно скажу простят меня все все кто мне помогал худеть все и все-все-все я удивилась что wellness это для ленивых особенно в коронавирус какая прелестная штучка как вовремя как будто компания заранее знала что стала такая фигня будет и поэтому это вот очень удобно и это и дополнительно все остальное ну я в принципе много чего рассказала очень много Даша скажи пожалуйста у меня к тебе есть вопросик пожалуйста скажи почему люди вот ты это лучше знаешь хотя я и проходила это почему люди действительно когда даже хотят похудеть не худеют я могу очень кратко сказать я части на этот вопрос ответила да и мы с тобой про это рассуждали очень много один ответ люди не любят себя а как люди потому что ну вот это действительно правда и раз ну как бы я сейчас и практикую консультирую ко мне приходят на консультации и вот мы столкнулись в марафоне и не только в этом марафоне да и в других как бы процессах которые происходят на самом деле нас не научили любить себя нам с детства говорили что надо вот так вот надо быть хорошими надо кому-то помогать надо там слушаться маму папу и так далее у меня один раз прям я Тане рассказывала написала пост ночью прям пришла вот эта мысль я его пока не опубликовала а что это не опубликовало прям крик души да это был крик души что на самом деле нас всю жизнь не всех но многих большое количество людей да большинство это это пережитки времени пережитки общества что ну как бы вот так нас учили по другому не учили и сейчас люди просто вот с этим с базовым недоверием ко всему миру люди не принимают себя от этого да у нас что происходит мы начинаем защищаться от окружающего мира причем как вот мы с Татьяной выяснили что иногда ребенка очень любят и он сталкивается выходя в мир с травмирующими ситуациями что оказывается не идеально вокруг то другой мир да никто тебя не должен любить ты должен прежде всего себя любить а иногда бывает действительно у нас в мире очень много детей которые неблагополучные семьи что-то происходили какие-то травмирующие ситуации все равно и даже благополучные да то есть разные разные травмирующие ситуации понятно детей не научили любить то есть на самом деле очень много родителей то есть по большому счету задача у родителей родить и научить любить себя то есть какие-то передать ценности я убегаю Дашенька простите меня пожалуйста у меня поставка я к вам вернусь ну давай давай и я сейчас включу комментарии если будут какие-то вопросы поотвечаю и вот Татьяна как раз задала вопрос по поводу того что почему люди там не худеют или еще что-то у них не получается действительно именно потому что как даже когда человек приходит в марафон построения там или в какую-то диету или хочет решить какие-то там свои сложности мы всегда упираемся в стену что человек не принимает и не любит прежде всего себя такого какой он есть то есть либо он стремится какому-то навязанному идеалу или он пытается наоборот там тащить свои проблемы из прошлого и очень-очень много там очень много чего может быть причиной ну вот такая одна из основополагающих это не любовь и не принятие себя своего тела своих сильных сторон своих слабых сторон и мы кстати на марафоне раз да как бы мы организовали я сразу сказала что давай начнем в том числе и ну вот в предыдущем марафоне я проводила два вебинара именно на тему как как вообще что такое психология лишнего веса почему какие причины но все они так или иначе либо там защитные механизмы либо человек борется с окружением именно через лишний вес или вот татьяна сказала да 7 ложек сахара это о чем говорит о том что очень часто вот эти мозгу не хватает положительных эмоций и он требует подпитки химическим способом то есть когда мы едим сахар вырабатываются определенные гормоны которые от которых нам радостно и если нет вот этих положительных каких-то эмоций то конечно же человеку хочется заменить и очень часто это как раз таки питание а в нынешнее время вот этого стресса вокруг сидения дома или не сидение или наоборот противовес да то есть происходит разное и соответственно человеку хочется ну прежде всего что-то покушать вкусно положить в рот ну там есть еще да психологические процессы замещения как научиться себя любить ну одним ответом не скажу потому что это длительный процесс это важно отпустить обиды обиды прежде всего опять же на себя принять маму папу принять что ты такой какой ты есть это реально вот принять себя голеньким вот совсем что у тебя есть и кстати когда люди заходят в варафоны вот если грамотно да и с психологом то очень классно если это даже психотерапевтическая какая-то практика именно для того что пройти процесс стройно прийти к стройности и есть еще психолог потому что это как раз проработка убеждений негативных по поводу своего тела по поводу того как выглядит человек и так далее очень многие страхи и обиды отваливаются и тогда человек вот он проходит через это принятие и любовь вообще для самих техник каких-то да научиться любить себя сложно сказать что какая то есть волшебная таблеточка очень многие психологи тета хиллеры работают прежде всего с установками потому что есть где то установки почему то нам ну либо невыгодно так скажем да любить себя либо есть какие то это программы которые работают и в которых мы живем к сожалению это так и поэтому нужно от этого избавляться то есть либо от негативных установок есть очень установка особенно у нас у женщин в России я должна и должна как правило не себе и если человек живет с этой установкой всю жизнь то он служит всем забывая о себе и вот например даже вот на днях делала расчет нумерологический у человека стоит энергия служение это очень классная энергия очень такая благородная но у нее есть западня что когда человек настолько начинает жить с этой программой он отдает всего себя но не не берет ничего взамен а энергообмен должен быть везде и поэтому вот например да почему мы решили сделать снова марафон потому что у нас есть чем поделиться нам хочется чтобы как можно больше девушек стало я бы так даже сказала не просто стройными худенькими а именно красивыми изнутри потому что я уверена как только человек начинает работать с собой и первый шаг да то есть он как бы такой самый показательный самый видимый что есть лишний вес и девушки хочется преобразиться и когда есть вот этот порыв я хочу стать красивее вот в этот момент если она попадет в правильные руки да и начнет двигаться в правильном направлении то у нее будет внутренний огонь вот этих изменений то есть завесом последует как раз таки работа с психологом работа со своими установками тут же потянутся взаимоотношения человек меняется меняется отношение его к окружающим и к вообще что происходит вокруг его окружения и так далее любовь к себе принятие и многое 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 у меня сейчас заканчивается прямой эфир я надеюсь вам такой формат понравился